Всем еще раз, дорогие друзья, с вами по-прежнему студия StarLadderTV, God Hunt и Адекват, это Hellraiser против Na'Vi. Да, 20-й день игровой Star Series, все потихонечку, медленно и уверенно близится к своему логическому завершению, и четверка лучших европейских команд отправится на LAN-финал, где разыграют уже достаточно солидную сумму денег, там более 240 тысяч, да, я бы кусманщик откусил себе, если бы была возможность. Что ж... Ступлю в команду, одну из восьми, одну из восьми на LAN-финал, да? Да-да. Ну что, вот они, ростеры команд. Na'Vi, Dendy, HWOST, FANIC, OneScore и FNG. Их оппонент, Hellraiser, Dread, Yoku, Artstyle, Dubas и Immune. Да, вчера у HR-ов был очень интересный и крутой матч, чуть-чуть им не хватило, чтобы додавить. А вот статистика. 21,7. Количество убийств за игру средней у Na'Vi. 21,5 у HR-ов, то есть они прям отличаются совсем чуточку. Но вот, правда, по смертям у Na'Vi 16,8, а у HR-ов 36. Тут есть небольшое отличие, да. Обе команды, конечно, гипергиперагрессивные, но, как ты уже сказал, сильных Hellraiser что-то умирают почаще. Dendy и Artstyle. Среднее количество убийств 6,2 у Dendy, у Artstyle 2,7. Смертей у Dendy 3,7. У Artstyle 8,1. Ассисты 8,4 против 6,5. Любимые герои это Invoker у Dendy, ну и Kentavr у Artstyle. Странное, кстати, сравнение. Я тоже так мы считаем. Оффлейнера с мидером или на ком-то играющий Artstyle зачастую. На всех подряд, да. На всех подряд, да. Ну, как Керригера в 3-пло обычно идет такое. Ну что ж, Na'Vi против Hellraiser. Пики и баны. Dead Prophet, Sky Mage, Brewmaster для Hellraiser. Na'Vi забирают себе Фейслис Войда, Патму и Райз Кинга. Опять этот будет на уфлейн. Сколько можно? На 5-3 скинг убийца, да, лучше скажи. Да, ну или так. Где-то там это уже видели. FANIC на Войде. Один матч, и винрейт его составляет 100%. FANIC не прощает на Войде. Шейкер для Hellraiser. Я уже знаю, кто на нем будет играть дубасить. Да, дубасить шейкером. Дубасить шейкером, кто будет, да. По ленам по голове. Баны. Минус Ликантроп, Тинкер, Шадоу Демон, Бэйн от Колорайзер. С Na'Vi избавляются от Разора, Дума Бэтрайдера и Тайт Хантера. Ну, как-то вот так. Интересные баны, кстати, от Na'Vi. 10 секунд осталось. В общем, кажется, Брю отправится в мейт, а Профетка будет фармить. Либо наоборот. Ну, оффлейнер, как мне сейчас кажется, еще появится. Это ты после игры маги на бремастере в оффлейне уже? Мне кажется, да. Если они ее смотрели, они должны понимать, не пацаны, бремастер на оффлейне, это полная фигня. Можно просто взять какого-то хорошего керри в триплу, да, и поставить триплу сложный. Пусть бремастер на легкую идет. Тоже вариант неплохой. Вайпер появляется для Na'Vi. Ого, подожди, это Дэнди на Вайпере будет? Почему бы и нет? У Дэнди герой без эскейпа и без врыва? Это слив. Были уже драгоннайты, были, все мы это проходили. Без кнопочек, герой. Да, герой без кнопочек, Дэнди очень скучает на таких героях. Ну, туда могут поставить, я не знаю. Ну, для Фанника Вайпера дать. Фэйс Лос Войт будет Кокерри, Мирана, Раскинг, Глаз Саппорт. И для Дэнди еще возьмут халтопик. На самом деле уже достаточно жадный и пик у Na'Vi. Но вот если бы хорошему смотреть, и Раскинг, и Патма, и Вайпер, ребята, которым нужны деньги, Войт так тем более. Ну, согласен, согласен. Ну, когда мы с тобой вчера, по-моему, каточку смотрели, Мирана с Раскингом бегали, убивали, купили Сипамидасу каждый. И в итоге пять героев ушли в лейт. И не простили потом. Так что тут может быть такая же схема. Минус Джакира от Na'Vi. Все-таки побоялись немного пуша. Профетка, минус Джакира. Могут, могут помучить ТВРа. Вопрос, хотят ли Хеллрейзер сыграть на такую раннюю стадию? То есть, брать Керри героя с магическим прокастом. Хоть и знаем, что Хеллрейзер сыграет очень-очень активно. За первые 20 минут они пытаются убить абсолютно всех. Но зачастую, и как показывает статистика, у них это не получается сделать. Ну, ты сейчас скажешь, зачастую и своих персонажей. Да, и вот, может быть, Арстасов сделал какие-то выводы и возьмет кого-то. Вау, самые сильные герои в Доте. Рики Мару. Статистику нам, пожалуйста, статистику. Рики Мару на Старладере. Zero, 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 zero. Нет, в этом году Рики пикался 24 раза. И винрейт его, если что, 50%. Ну вот, знаешь, в профессиональной Доте 50% это среднестатический винрейт. То есть, это неплохой герой, значит, и нехороший. А вот на Старладере... А вот на Старладере... А на Старладере его не было ни разу. Вот я говорю, zero, 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 zero. То есть, я не помню, Рики... Спочином, Артсайлс, спочином. Не, ну, молодцы, Хелл Рейзер, что радует нас такими пиками, что вот появляются периодически Бланар и всякие, Рики Мару в пиках. Я Бланар, это ладно. Я еще не могу сказать, что это выводок, так сказать, Хелл Рейзерс. Магнус появляется. Ну да, если ДД взяли героя с кнопочками. Артсайл будет играть на Рики Мару. Ту-ду-ду-ду. Керев, 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 керев. Пошли бить лица. Изи. Да, дорогие друзья, ты по-прежнему, мое лицо. Оно никак не изменилось за 2-3 минуты. По-прежнему адекват прячется под столом. Отлично, теперь под столом. Хоть раз покажись зрителю, да. Хватит там сидеть. eGamingBets.com. 1 и 1 на Na'Vi. 3,8 на Ашер. Ну, могут Ашер удивить. Те ребята, которые особенно любят удивлять в начальной стадии игры. Потом, конечно, иногда сдаются обороты. После того, как... Сейчас, понимаешь, сидят такие эти миллионеры после игры Мим против Эмпайр. Такие денежки пересчитывать. Хм, да может и на Холл Райзе спасать, знаешь. Ну, может излететь. Ну, двоец уму. Ну, да. Вариант неплохой. Арт-стайл отправляется на топ. Будет трипла. Скаймейдж. Шейкер. И... Рикер Кимару. Да, чё-то я подзавис. Перезагрузите меня. А Na'Vi ты агрессор? Ты посмотри под смоком. Побежали, побежали в чужой лесок. А вот ловить и Дубас-то подставиться может. Или не может Дубас? Дубас, можешь подставиться? Дубас, подставь сюда. Вопрос в скайпе. Дубас не захотел чё-то. Правильно сделал, кстати. Это не очень хорошее дело начинать игру с минуса саппорта. Такое. Смотри, хвост. Что делает хвост? Хвост заблудился, по-моему, в чужих лесах. Чё, какой-то суперагрессивный варп оттнёт. Смотри. Нет. Не тыкнёт. Не слишком наглый, только на самом деле заход в чужие леса. Ладно, пятером прошлись, но когда они начали уже по одному там по лесу бегать, как хвост один остался, это, конечно, это гипернаглость. Такое нужно наказывать. Типа там выбежали бы сейчас трипла от этого, она бы быстро рассказали хвосту, что так делать нельзя. Ну да, если бы фиссурину и цепанули, то потом бы уже, наверное, и не отпустили. Инвиз для фейслис войда, и фаник отправляется к себе на топ, где, кстати, его уже ждёт ФНГ плюс ванскор, который блочит крипов. Это будет агрессивный трипла, и вайпер будет стоять на ботоме в соло. Вот хвост отдают этот лейн против дреда. Дред здесь, не знаю, будет потерпать какое-то время. Главное, чтобы не умер сейчас с первого же килла, с первого врыва, потому что уже в инвизи находится фаник, и два саппорта, как ты уже сказал, готовы, готовы нападать. ФНГ не палится. И получит сейчас стан, просто прогрызётся дерево. ФНГ почему-то этого не сделала, я не знаю почему, что-то спираются бить артстайла. Пошли бить артстайла, пошёл стан. Скаймейдж, ааро артстайла, три секунды, это фэб. Ой, стрела, перед блинком, прям перед блинком. Получилось шикарно. Ну, плохой дебют Рики на Старладере. Очень плохой, согласен. Его всё-таки 6 брони изначальных не спасли против триплы, и по всей видимости спасать не будут. Да, ты представь, что бы было с кем-нибудь Скаймейджем, если бы в него зашли, это вообще просто минус на парыче мгновенно. Там можно бы и стыла бы не давать, на самом деле. Смотри, снова артстайла. Снова арол, 5 секунд, подходит фаник, фиссура неплохая, дуба сэвид. Сэвид, будет ли таймволк, артстайл, прыгнул, фаник, не пошёл. А, кстати, всего-то тычки не хватило, если бы на самом деле фаник не псыкнул, а прыгнул, и всё бы нормально было. Забрали бы 100%. Сам не ожидал, видимо, что так сильно пробьют артстайла. Но, конечно, должен понимать сейчас, Иван, что плохо-плохо дело, надо было триплу сложно отправлять. Ну, ещё не поздно свапнуться, на самом деле, всего-то вторая минута игры. Правда, оставлять войду на фрифарме тоже дело такое гиблое. Кемары тоже купали, видно. Ну, бремастер, типа, против войда 1 на 1 стоит неплохо. Вот, а трипла против триплы противника может против вас-то обстоять хорошо. Поглядим, пока, видимо, не меняются. Под своим тавером Марсал немножечко денег получил. Второй уровень уже апнул, более-менее появляется бэктрек. Хотя на его месте, наверное, можно было вкачать и какой-нибудь смок. Как-то вот на сейф. Да, кстати, смок здесь бы не помешал, потому что атаковать здесь вроде как артстайлу рановато. Хотя, возможно, заделаны какие-то ближайшие 5 минут. Думают, что есть какой-то план, действительно, у Ивана. Так, Дэнди, прорезал руну иллюзий, надо отпеваться. С Йоку у них идут размены. Один вейв в одну сторону, второй вейв в другую сторону. Саппорт, Иванскор, ФНГ рядом. Будет ли АРУ? Пока не хотят на бум пускать, хотят только стопроцентные в стан кидать. Ну, и сейчас опять же рискует у нас очень сильно Дубас. Уходит по цвета Авар. Артстайл уже агрессирует. Ты посмотри, такие увеситые оплюхи, Фанику по спине дает. Прогоняет его. Паника много от хила, очень много. То есть тут замучиваешься его харасить. У него 6 тангусов, есть фласка, все дела. ФНГ смещается на мидл. Ставит вард. СН3 поставил хорошо, видит обсервы, но сам сбить его не может. Сейчас нужно, чтобы подошел в Анскор. И Анскор подходит. Ну, в это время... Я люблю пивас, но не настолько. Слушайте, мудрэд там замучил уже хвоста. Писком. Да, понятно, что это все знакомые, все друзья, здесь агрессии, наверное, как таковой вообще нет. Саня не жалко, пишет, дурдуха. Я угощаю, говорит, Саня. Ей на здоровье. Смоук. Ну, по факту, даже под этим вот Дранкин Браулером, может, все равно получше кайси крипочков особо не терпит, скажем. Так что норм. Единственная проблема, если, наверное, у Дэнни все-таки в мидлейн. 13 на 3 крипстату, Йоку уже все время 20 на 6. Вот Йоку-то линию свою выигрывает пока. Да, ну это Магнус. Потяжелее немного. Ну что, будет выход в Дубаса? Дубас стоит, смотрит. ФНГ. Сейчас спалится Смоук. Спалился. Дубас, здравствуй. Пошел стан. Пошел Арл. Таймволк. ФНГ. Большие проблемы. Здесь должна была быть тучка. Ну, Артстайл сделал, конечно, фраг. Ну, смотри, наиви-то никого и не убьют в ответ. Расстреливают абсолютно всех. Но тут аккуратно кайф идет. У нас скоро нет липа, если что. Артстайл. Вгрызается. Фанику заворачивает свиней. Арл. Ну, зачем? Есть же таймволк, он все равно уйдет. Артстайл прыгивает, а ладно, забрал. Фаник решил показать свои стальные, просто и остался. Не стал прыгивать. Хвост. Гоняет его тут Дредд, потихонечку пытается разминать как-то, хотя по крипам видно, что это хвост гоняет Дредда, но... Сейчас Дредд левел пятый, скоро появится левел шестой, к нему уже подтягивается и Мун, и они попытаются двоих сообразить фраг какой-то на хвосте. Сейчас посмотрим, получится ли не получится. Ну, под своим тавером, в основном, стоит хвост, конечно. Ну, это рано, что это, зачем? Это он сейчас спалился, просто хвост знает, что здесь два персонажа, получает Viper Strike, и все. И теперь на топе знают, что там никого нет. Стан, Йоку, увозят. Денди на хосте носится, вы бычара. А то отмелся батлом, да, Йоку должен забирать. Есть шокуэйв, в принципе. Сайленс, Денди, минус, и ФНГ здесь тоже разберут. ФНГ разберут. Отпивается здесь Йоку. Как же Мун здесь четко подошел-то? Обалдеть, просто обалдеть. Этот Сайленс, он просто Сайленс, не знаю, на миллион. Сайленс на Денди. Сайленс на Денди, просто жесть. И Мун провалил свой ганг на нижнюю линию, но как же вовремя когда спел на мидлейн? Два фрага на ровном месте, Йоку сейчас остался живых. Да, Йоку жив, и у Денни сейчас нет шестого уровня. Йоку ты его уже получил, и сейчас почти седьмой есть. Кстати, прикольная прическа у Йоку, это какая-то, я не знаю, анимешная. Такое страшно выглядит, не знаю. Мне очень нравится. Красная главка, неаккуратная. Индекват любитель аккуратненьких. Да, но это слишком какая-то жесть, не знаю. Все не болтается, что-то там висит. Фу. Ну что, дабл дэмидж. Йоку забирает. Без ботла пока, потому что ботл только на базу отправился. Что у Артстайла? Артстайл пятый уровень. Ускоро появится инвиз, есть Орбов Веном щиток бомжа, 500 на руках, отъедается. Фаник тоже пятый уровень. Примерно та же ситуация ПТ чуть пораньше, наверное, будет. Хотя нет, там... А может быть, дамидас? Фаник. Стан. Облака нет. Фаника просто разобрали. Это безоблачко. Это безоблачко. Это безоблачко. Это безоблачко. Это безоблачко с ковров мага, да. Пока его хватает. Ну и 5-2, только ХР начинают. Ты посмотрел на сегодня какой-то день, неожиданных каких-то моментов. Ашир всегда так начинает. Давай. Не будем сейчас делать из этого какой-то... Роу пролетает мимо, Йоку не цепанули. Как тебе делать, если интригу нужно? Интригу, интригу создавать. Да, мы всегда знаем, что Ашир начинает очень хорошо. Главное им потом додавить, чтобы хватило у них вот этого запала. Их начального. Да, да, тут абсолютно прав. В early game они показывают себя очень хорошо. В mid game они еще пытаются драться. Но вот late и с кем-то такими мувами в late у них большие проблемы. Dread. Могут попробовать спануть. Хотя сюда смещаются два саппорта. Здесь есть Dubass 4 и Moon 5. По-моему, одна из этих проблем это то, что Artstyle при получении себе 6 уровня сразу же сматывается с линии и больше не фармить ни в коем случае. Начинает свои 6 по всей карте. У него не то облачка, но цепануть будет трудно. В любом случае Дендик будет уезжать отсюда. Всего не заткнуть. Artstyle. Там же Emon, Emon нужен. Вот он, Emon с спины будет заходить. И главное, чтобы дать Ancient Seal. И это проводит фак. Он ТП на Т2. Сигналит. Моу, ребят, здесь кто-то есть. Денди пошел. А Ропа попадает в ему же Грусимон. Фиссура попадает по подме. Ну и Artstyle здесь спалился. И смещается на ботом пешком. Да, и оставляют вот сейчас на полном фрифарме фаник. Он уже седьмого уровня получает. ПТ себе есть, не что ТП. ФНГ. Artstyle. То есть, по-моему, загуляли немножечко здесь, ребята, и знали. Но Artstyle, что им сделать здесь? Ну Artstyle сейчас вайпера никак не пробивая здесь. Хвоста слишком дофига. Хотя через Йоку запрыгнули. Задувочка. Стики. Фиссура. Хорошо. И хвостом нужно забирать. Вайпер сайт дает перед смертью. Умирает. А теперь на топы и не забрали с ковров мака. Через хоносфер от фаника. Что более-менее в РНГ-То куда-то уйти. Потому что он сейчас зря здесь стоит, на самом деле. Не дай бог его спалят. Просто если его спалят, это минус мгновенный. ФНГ попытка сделать ТП-аут. Получается. Пошел, ушел. Но Тавер могут потерять. Уводит крипу Artstyle. Тавер может упасть. Да, Тавер, скорее всего, упадет. Есть фортификейшн, но никто не хочет его включать и дефать. Минус вышка. Забирает ее Дредд. У Дредд совсем чуть-чуть на даггера. Это, конечно, здорово. Бегают, перемещаются, гангуют, сносят товара. Но вот ты посмотри, например, на Творс Artstyle. А мы знаем, что это керри-герой, мейн-герой, да, команды ХР. И он, как бы, свои шмотки все равно не выфармливает. При этом фармит фаник, при этом фармит хвост и фармят все. И вот так и получается, что потом где-то в мидгейме и в мидгейме возникает такая проблема, что ты вроде бы дерешься, а у тебя артефактов просто нет, а у противника уже есть. Это начинается проблема в ХР. Да, вот Artstyle сейчас бегает с огнем, на самом деле играет. То, что здесь есть Патма, а Ро пролетает мимо, Artstyle теперь знает, что здесь Патма. Подфармливает кри-почков, сейчас как раз нужно исправлять свой нетворс. Дубас в мидле пытается получить 6 уровень. Дивардит. Пошел Мунлайт. Попытка будет ворваться на Artstyle, Artstyle вовремя ныкается, уходит в леса. Должны его помазать сейчас. Помазали, и Кларити, и Боттл, все для Ваньки. Живи, Ваня, живи. Ваня, живи, да. Ну и пошел заход. Почему облачко хотя бы единичку не вкачать? Ну это же Сайланс, это же круто. Надеется на своем Муно. Здесь, правда, Сантриак. Папа, 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 видно было ФНГ. Ой, Энжен Сил получил, не успел дать стану. А ФНГ прям очень офигенную позицию выбрал. Откуда не выйти, если к тебе подошли в упор? Подмутс по ноле, но ванскор успел липнуться. Я не знаю, почему такая позиция у ФНГ была. То есть он действительно стал как-то так в упор к лесу, чтобы явно оттуда было не выйти. Хоть какое-то деревце сожрали ему. Ну типа он поставил Сантри Варт и думал, что где-то возле Тавара бегает Артстайл. И вот там он будет под действием Сантри Варта видеть. Артстайл взял и я бежал. Такой внезапный мув. В итоге ФНГ остался не в дел. Да уж, бывает такое. Там у Тренин Тайкер появляется. Он уже в Мидлейн переместился ставить против Дэнди. У Дэнди Тайкера еще нет. В целом пока такие мертвы. Появляется Блэйда Фалакрити. Диффуза скорее всего будут. Да, там у Банши еще нет экзорцизма. Пытается он сейчас отформить стаки. Да, он их, кстати, заберет Йоку. Сейчас будет 9 уровень. Будет ли экзорцизм? Ну должен, да. Появляется экзорцизм. Есть боттл. Можно попробовать, кстати, и подпушить. Ну и Ваня снова в Миде. Ваня снова в Миде. Опять не хочет он фармить. Он хочет бегать и убивать. Это вот желание артстайла. Хочу бегать и убивать. Ну да, фарм это не его, очевидно. Он вообще не сторонник. Он бить крипов, он сторонник бить людей. А сейчас этих людей он ищет, бегает. Но теряет время. Опять же теряет очень много времени. Когда у него вроде неплохой 312. Опять же вот смотрим на творцы топ-6 на карте. Ну куда это конец? Да, когда ты мейн керри команды и на тебя играют 2 саппорта, у тебя должен быть чуть выше на творц. Хотя бы топ-3 на карте. Так и есть. Что у Дреда? Дредс. Даггер, 8 уровень. Есть ультимейт. Фаник. Мод хвоста появляется Миканзам уже. Тут у Магмуса осталось 300 монет до покупки Даггера. И Фаник скоро будет с Момом. Но вот они начальные, скажем, артефакты для кор-героев. Благодаря которым они могут уже начинать замесы. Да, Артелл пытается на ботами тем временем подфармить. Блэйд и Фалакрити пока его не палятся. Ну это вряд ли будет Яша. Это скорее всего будет диффуза все-таки. Ну и потопы идут. Попытаются спушить через экзорцизм. Дредд. Запрыгнул. Фаник. Как же много Дэжи. А где был Сайланс? Хотя бы один, ну... А, его нету. Йоку банально не вкачал Сайланс. Ему он не успел долететь. Был бы Сайланс, забрали бы сейчас просто на изи. Но пожадничали. Тауэр находится под атакой. Дредд разваливается. Пошел экзорцизм. Фаник получает булыжник. Йоку пошла задув. Карстайл запрыгнет Ли. Запрыгивает у Фаник большие проблемы. Минус Фаник. Там уже развалили его. И... Ну, Вайпер убивает огненную панду. Это понятно. Не добился немножко. Фаник купол в никуда. Дредд красава. После Праймал Сплита сразу бакер завязал. Прямо четко. И провалились из нами. Цепляют хвоста. Фиссурина. Запрыгивает Артстайл. И просто с трех тычек. Есть Мека. Пытается жить. Хвост нет. Все равно ее пробивают. Снова трет порвался. Клэп. Фаник вошел. Ой, хорошо, чтобы его забрали из ковров мага. Но надо что делать. Эхо слэм. Неплохой. Запрыгивает Артстайл. Проблемы большие. Там разваливается Фаник. Есть задувочка. Дубас здесь, понятное дело, погибнет. Артстайл пытается уйти. Увозит его Дэнди. По центре вард. Минус Артстайл. Ну, по итогу драка 3 в 3 получилось. Даже вроде Na'Vi начали проваленную драку. Потеряли сразу там ФНГ. Дали плохой хроносферу. То есть вообще хроносферу никуда. Но летать все равно разменяли себе в плюс. Да, получается? 3 в 3. Ну, 3 в 3. Ну, то есть... А ты прикинь теперь, что будет, если будет хороших покупок. Запрыгивал ФНГ. ФНГ. Шестой уровень есть. Нет реинкарнацию. Далстан, но не оставил ману на реинкарнацию. Боже, ФНГ. Обалдеть. Ну, ты же без стиков, без ничего. Ну, зачем ты даешь стан? Не знаю. Может, думал, что убьют? С чужим тавером вдвоем. Ну, такое. Такое. Вот именно такое. ФНГ, ФНГ. Ненужная смерть. Ну, и на миде у нас страсти-то продолжаются. Продолжаются. Сигнали на Артстайла. Да. Увидели его там по центре вардом. Артстайл идет опять в обход. Хвостатом в соло явно не убивает. Осталось им купить. Разошлись. Разошлись, да. Свидок остался Артстайл для покупки диффузов. Надо дофармить. Вот теперь на нижнюю линию он смещается. И спокойно уже с типусами будет потом драться. Нужен кто-то, кто будет дивардить. Что сентри Артстайла контрят очень сильно. Посмотри, какой сентри поставили на мидлейне ребята из Na'Vi. И как он не касается об сервер противника. Что называется, не пошло чуть-чуть. А это варчетки. Он все перемещения Na'Vi видит. Реально миллиметра не хватило. Дубас. Без даггера. Дэнди спалился. Заходит здесь ванскор. Найти пока не могут. Надо почувствовать, почувствовать Дэнди. Дэнди нужно почувствовать, где находится Дубас и вытащить его оттуда. Тогда он за роны побежал. Есть ТП. Пошел АРОВ. Ванскор закрывает за проектор Стайл. Должен накрывать облачком. ФНГ с реинкарнацией. Понятное дело, отсюда уйдет. А в медведем временем драка. Разложился дред. Летает здесь фаник. Есть купол. Оставить не на кого. Уже никого нет. Дред просто земляной панды взял и убежал. Ну и фаник при этом консперу тоже не ставил. Так что соу-соу. О, ФНГ кстати, смотри. Купил себе Мэджик Мон. Ну вот теперь хорошо. Есть ТП. Подлетает иммун. ФНГ. Запрыгнул Дред. Отличный клэп. Подходит Дубас. Есть стан. ФНГ. Сдувают реинкарнации. Есть. Забирают опять иммуна. Пошел экзорцизм. Дэнди. Увозит. РП. На хайграунд. Погибает Дред. Дэнди еле живой. Хвост. Хвост на грани. Тычка успел поражать Меку. Подходит Арсайл. Уже минус 3 есть. Запрыгивает фаник. Ставится купол. Пошли диффуза. Фаник. Двух тычек отвалился. Нет больше маны на блинки у Арсайла. Поэтому дальше идти нет. Смыслом. Ну и 3 в 2. 3 в 2. Есть считать реинкарнацию. Да. 3 в 2. Арсайл. Плюс еще Тавр потеряли, да? Да, Тавр потеряли. Рэйс Кикова забрал. Ну, суржал на хвоста. Диффуза. Задуно. Задуночка. Тешок вейв. Нужно с проката сливать Артстайл. Таки погибает. Ну, забрал хвоста. Восемь на хвоста. Да. Пока все очень шатко. По графикам. Тысячу по золоту выигрывают Нави. Несмотря на то, что совсем недавно 2000 ввели Хэм Рейзер. По XP. 250 единиц по-прежнему преимущество у Ашеров. Мом появляется у Вайда. Это, кстати, такой двоякий сейчас артефакт. Что если тебе по спине дадут под Момом, то это минус мгновенный будет. Просто реально с двух ударов, наверное, убьет. Ну да, у Фанника такая, на самом деле, дилемма. То есть тут вопрос. Либо ты на Артстайл накрываешь купол, им за купол его сливаешь. Либо ты накрываешь тех, кто сливает тебя за купол. То есть с Ковров Мага и ЕСа. И вот он постоянно мечется. В кого же поставить куполок? В прошлом замесе он поставил на двух суппортов. Их, в принципе, разобрал. Но отдался от Артстайла. Видит ФНГ. ФНГ. Подходит Дубас. Пошла Фиссурина. Цепляют. Накрывает Мистик Флэером. Минус ФНГ. Вот как-то ФНГшки не идет сегодня. Это тот все злополучный вард, который стоит и... Вот, цепляют. Вот как мужик просто дерется, дерется. Ну по спине слишком больно. А тебя привезли. Ты смотри, Дредд успевает, Примал Сплит. И теперь нужно от него бежать. Монлайт Шадоу. А Дредд здесь никого не найдет. У-у, Дредд таранит вышку. Бэкдор протекшн нет. Проживается... Прожимается фортификейшн. На топе тем временем Фаник продолжает фармить. Ну, вышка здесь упадет. Забирает ее профетка. А ролл попадает в Дредд. Ох ты, Дредд. А чем добить? Добить нечем. Дальковато находился Денддик. Дядя Шухфайф бы явно Дредд не добивал. У Артстайла уже 1300. Надо идти в какой-то БКБ. Хотя, либо тупо в демэдж и... наплевательски относиться к куполу. Потому что... Если он попадает в БКБ в куполе, то он его там никак не спасает. Ну, Томворклаб себе купил все-таки. Наверное, это будет БКБ. Ну, покупать Сашу Яшу теперь после диффузов как-то не очень весело, по-моему. Ну, такое на самом деле. Знаешь, если пройдет слоу дикий в... облачке, то тип оттуда вообще не выбирается никак. Просто будет стоять. Хотя скоро начнут появляться форстафы, я думаю. Должны. Форстафы, госкептеры. Это все то, чтобы контролить этого артстайла как-нибудь в замесе. Кстати, третий нетворс уже на карте. У Ивана. Да, неплохо, неплохо очень. И товара потихонечку сносит, и в замес. Схоже, перестал артстайл умирать. Делает больше фрагов. 736 у него КДА, более-менее. Начинают ронять Тауэр. На Ботами. Должны как-то дефать. Собираются поддефать. Тут не хватает, только единственное. Дубас не хватает, только заметно. Но он на ТП-чет придет. Так, все остальные здесь, все персонажи. Вот он идет Дубас. Пошел артстайл залетает. В Illusion. Йоу, Йоу, может поднять. Поднимает. Сейчас будет Дред, да? Нет, плюс-писорка. У Дреда нет ультимейта еще 5 секунд. Ага. 5 секунд ворвешь. Успеет ли допинать, а он удрает стараться. Разкладывается, хвоста закрывает. Будет ли мистик флеер, полетает артстайл мимо. Выталкивает, будет ли булыжник хоть что-нибудь. Фенгел прыгивает. Купол. Неплохой артстайл сливает. По четверым купол, на самом деле, был поставлен. А Фанник-то может погибнуть. Фанника добивают. РП. Неплохое. Отлично, эхо-слэм от Дубаса. Он просто там развалил кабинеты сейчас. Минус 4 от Ашер. Живет артстайл. Йоку еще разваливает. Проблема у Дэнди. Дэнди погибает. Это минус 5 на одну профетку. Ой-ой-ой-ой-ой. Там эхо-слэм был просто... Я не знаю. Его божественным назвать это ничего не сказать. Просто он застанил тупо всех. Он спас Артстайла, который был на грани. У Артстайла сейчас появляется Митрио Хаммер мгновенно. Ему до БКБ остается просто свиток. Это жуть. Еще бы, если они не слили Баншу в этом замесе, это был бы такой провал для Нави. Да, день неожиданности у нас сегодня намечается какой-то. Хайры очень-очень хороши. Ты посмотри, Дубас сейчас без этого замеса и Даггер вывозит. Теперь прорываться будет намного проще. Ну и у Дреда 7 сотен до Аганима. Аганим это очень штука жесткая на Брюмастере. Смотри, сейчас после этого замеса, как по Нетворцам, выросли Хайры по индивидуальным. То есть 3 корпор персонажа. Понимаешь, что они 5000 экспы выиграли за эту драку и 5000 золота. Ровно 5000 экспы и 5000 золота. ФНГ подставляется. Выжигает ему ману. Сожжал стики. Да, встанет с реинкарнации. Арстал, кстати, может его второй раз забирать. Да, я тоже так подумал. Он побоялся, что уже кто-то успеет подойти. Хотя, возможно, Ваня сейчас здесь останется и доберет его еще раз. Но там уже потягивается Мирана. И Ванскор Топом Лайт Шадоу. Двоих хотят как-то Арстал развести, но не получается, мы видим. Вообще, да, конечно, сливать нужно Рикимару, пока он не нафармил себе на БКБ. Потом будет сливать просто невозможно. Ну, здесь только за купол. Я говорю, за купол, пока не поражал, да, можно будет убить. Но так, когда он будет выходить с таким количеством армора, это 16 единиц. Бивать будет очень трудно. Йоку. Дред Денди. Денди. На скивере пытается уйти, кирпич залетает. Просто подкидывает в царнадо у нас и Рейскинга. И зажали там, получается, он скоро. Он скоро улетает. Забирает вышку. Брюмайстер, он достается. Вот он, Аганим. Есть теперь. ФНГ все еще летает. Ставится тучка. И Сура. Можно летать. Да, он там просто, я не знаю, у него реально затяжной прыжок был. Карасели, Карасели. Трифаник почти БКБ себе тоже выформил. Очень неприятно. Он, конечно, в том за месяц сливался под одним экзорцизмом. Кто-то поставил купол, касался по четверым, но экзорцизм он съел. Действительно, это так. Дредд. 12 уровень. Несется уже Аганим. Здесь Емун с Дубасом. Готовы цепануть Денди, если что. Будет ли врыв на Денди? Емун выходит. Минус Денди. А что ты поделаешь, когда у Дубаса уже есть Дайер? Он пропускает до стана. Ничего не сделаешь. То есть тебе Сайланс запрыгивают. Стан, стан, стан. Минус на парочи. Артстайл дофармливает свой БКБ. Арау пролетает мимо. Цепануть его не получилось. Иван уже близится к ему 16 уровню. Ну, уровень ему дает сейчас немного, зато статы все-таки растут очень даже неплохо. Ловкость 2,9 пар левел. Это нормас, я бы так сказал. Круто, круто. Что может спасти Нави в этой ситуации? Купол. Очень хороший купол. Ну да. И при этом БКБ нужно собрать и Магмусу, и Бойду. Плюс ко всему, у нас хвост почти доформил до Аганима. Но в любом случае, замес 5 на 5 выглядит уже не таким грозному Нави. Скорее, я бы тоже дал предпочтение ХАРам, ВХОЕ и в их врывах. Банша затарила себе уже соулбустер. Скоро появится Блудстоун. Вживаемость будет очень хорошая. ХП прибавилось. Мана-то ладно, не особо страдала. Вот выживаемости будет гораздо больше. Арцао, летит ему свиток БКБ. Могут они сейчас зайти на Рошана. Так, потерутся ли здесь Нави? Ну, вроде как РПшечка есть. Но БКБшек нет, не доформили еще. И хочется, наверное, ключевые артефакты себе выформить. АРО в Рошана 5 секунд стоит и знают Нави о том, что на Рошане Ашеры, но отдают, отдают. Больше помогли, наверное, ХАРам сейчас. Ускорили процесс забирания Аегиса для Рикимару. А теперь Рикимару с Аегисом. И даже если ты его убиваешь за купол, потом он встает просто с БКБ и начинает 10 секунд раздавать. Потому что физдэмэджем его там уничтожить нереально. Ну просто смотри, у него 16 армора. Что делать? Никак. Никак не получается. Да, сопределение физу урона 50%. Ровно половина дэмэджа будет уходить никуда. А это и найдет сейчас. О, Фаник вовремя юзл таймболк. О, Арстелл тоже по всей карте бегает. Курьер погибает у Na'Vi, да? Ценой 2000. В нем был агоним хвоста. Тоска. Что можно отметить? Смотри, Арстелл находит Фаник. Фаник упрыгивает на хайграунд. Да, повезло, повезло на самом деле, потому что он был под Момом. Если бы Аня сейчас запрыгнул, накрыл сайлансом, была бы беда. Или там есть БКБ. А есть БКБ, но он не в стэше. Поэтому беда бы все равно была. И Арстелл уже вниз перемещается. Вот они две цели. Вот он Фаник, вот он Тэнди. За точку можно одного из них слить, например. Дубас, Эхо Слэм, Фаника. Накрывают. Фиссура минус Фаник. По всем фронтам сейчас просто хайеры давят. Пользуясь своей внезапностью захватили вот это теридориальное преимущество. Чуть ли не 90% карты они сейчас видят. Смотри, да, это агрессивные ворды, которые они проставили везде. Они выигрывают сейчас 7500 по золоту и 7500 по экспе на 27-й минуте. Скаймейш 11-го уровня. У него сейчас прям появляется форстаф. Это сильно. Топ-2 нетворс уже у Артстайла. Топ-1 нетворс у Йоку. Топ-3 нетворс у Дреда. Три топовых нетворса принадлежат команде Ашер. Да, и на что же надеяться Дэнди и его компании? То есть как выигрывать замес, как выигрывать игру, как делать камбэк? То есть надеяться сейчас нужно на, опять же, купола в пятерых и плюс в реверс полярец. Сейчас даже на это смысл надеяться нет, что в целом есть Оегис. Смотри, что делает, лол. Уже пошел по Татриталу. Давай, вот настоящий хайеры, пошли в атаку, зашли. Тут что-то у вас кого-то развели. Есть реинкарнация? Есть. Но он может побаковать. Падает вышка. Рисковые позиции выбирает ФНГ, на самом деле, каждый раз. Могли его сейчас там найти, и реинкарнация его бы не спасла. Сейчас отправятся Т2 забирать в миди, потом на топе. Тут смысла терпеть больше ничего нет. Ну да. Игра под контролем ребят из Hellraiser. Надо додавить. Та самая проблема у ребят из ХР, как раз таки, вот додавить. Смогут или не смогут в этот раз. Да, у них очень хорошее начало было. Сколько карт мы с участием этой команды смотрели, и все время, вроде как, начало выиграно, вроде убивают онстоп, а потом оказывается, что в один момент прекрасно, они убить противника не могут. Скорее, они иногда на своей же агрессии, переагрессии попадаются, проигрывают файт, и потом не могут уже кобэкнуться в игру. Действительно, они любят всегда давить, без перерыва даже. Если у них есть преимущество, нет его, без разницы. Просто давить, пытаться наводить агрессию на карте. Нельзя сказать, что это плохо, такая дота действительно очень крутая. Смотреть ее очень-очень весело. Согласен, согласен. Вот сейчас по мидлейн они все-таки заходят, будут сносить два тавра. Единственное, что у брюмастера пока нет прайма сплита, а дред это тот парень, который врывается первым. Ой. Смотри, смотри, артстайл нашли, ведь артстайл поставляется. Минус Аегис, вот его дропнули, без купола, это печально. БКБ, правда, прожал Дэнди. АРП не дал, встает артстайл. Надо сбить Син-3 или просто сбить Т2. Т2 сбивается. На таких моментах нельзя подставляться, ни в коем случае артстайлу. Сами еще глиф провязали зачем-то. Найт Тауэр пришли, что ли? Врыв будет, фаник. Фаник готов запрыгнуть. Фаник. Будет ли прыжок? Есть прыжок, закрывает Йоку. Как же больно фанику! Дредд запрыгнул. Отличная фиссура. Развалился. Хвост форстафом толкнули. Получил булыжник, хвост погибает. Идет дальше Дредд. Ванскор. Поднимают Юл. Будет фиссура. Ванскора будут добивать. Ванскор пытается уйти. Отстанивается ФНГшка. И уже пошли по Т4-того рану. Вот они Хаэры. Тоже бегают на фонтане. На базе противника. Будет ли дайгер? Пошло пивко. ФНГ. Раз, два, три. Погибает. Сейчас встанет. Будет ли фиссура? Запрыгивает Арцайл. Встан. Дэнди. Ой, Дэнди в тучку улетел. Не сдал реверс полярити. Дэнди! Летает фаник. У фаника нет купола. Там Волк закрывает. Сайл он сам фаник отсюда не уйдет. Арцайл запрыгивает. Как же он наворачивает? Это минус 5 или 6 на хайграунде. Бай Ашер. На 1 Аегис. Капец. Ты видишь, что они сделали? Они просто зашли на чужую базу и убили всех по очереди. И Нави файлили, и Хаэры были молодцы. Ашер 29-12 против Нави. Они просто сейчас уничтожают. Это минус первая сторона. Дефать сейчас абсолютно нечем. Когда подойдет хвост, кинет вайпер страйк, залетает арол, падает в крипа, упал первый барак, начинает падать второй. Хвост. Я сейчас посмотрел, хвост вайпер страйк в крипа, по-моему, дал. Такой тоже бывает в этой игре. Знаешь, что сколько сейчас денег? У Артстайла 3 800 на руках. У Дреда 1800 после Владмира. У Саппорта 2400 на руках. И у Шейкера 2400. Он может собрать форсстав, а Дубас сейчас может собрать какой-то Аганимси. Или Вейлл в Дискорд, который тоже лишним не будет. Да, Артстайл купил себе Голосонг, смотри. Баттерфляй на подходе. Да, урон от сколько добавляется? У него сейчас 140, 150 ловкости почти. 150 ловкости и 1.25 дополнительного бонуса от ловкости. Это он сейчас по спине бьет просто миллион. Просто миллион, да? Миллион, да. Грубый почет, миллион дебоцов. Да, он запрыгивает на какого-нибудь фейслисвойда под бомом и убивает его с полторы тычки. Нави в смоке, выдвигаются. Попытка кого-либо найти. У Нави это что-то типа олыночка какой-то намечается. Вот такие вот смоки с базы. Надо его переворачивать, нужно выиграть замесы каким-то образом. 20 тысяч по золоту преимущество в Ашер. 17 тысяч по Икспе. Очень трудно сейчас будет перевернуть. Нереально просто трудно. Для Нави это будет четвертое поражение на Старладере. И они могут не оказаться на финалах. Вот и Империя и Нави, да? Сегодня себе жизнь как подпортили. Очень сильно. Очень сильно. Вроде должны были проходные быть матчи, но нет. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Это Старладер. Здесь нет проходных матчей. Здесь абсолютно любая команда, которая добралась до Старладера, она прошла через про-серию, аматорку там и так далее, она может удивить. В любой момент. Потому что эти ребята через такое... Те, кто прошли аматорку, это вообще... Люди ничего не боятся. Роботы, роботы. Я уверен, да. Столько команд злых там достаточно и так далее. Машны столько, да, что... Ты готов к всему просто, да. Ты пишешь фрапсом свою игру там. Сбоку и снимай друг на мобилу. Что это точно ты. Доказывай, что ты не фейк, а постоянно паспорт привал. Дред, готов ворваться. Пока еще только второй ультимейт, но ничего страшного. Фаник, амом, БКБ, ничего нет. Кираса появляется у Банши. И третий экзорцизм. Это еще и минусорвон. И тринадцать рядов на густоване. Да, если его убьют, он мгновенно зареспаунится и вернется в катку. Дождутся Рошана, я так понимаю, или нет? Рошана слишком большой тайм-респаун сейчас еще будет. Йоку. Рстайл. Что-то летит РСЛ? Нет, не летит. А, он диффуза прогрейдил. Он прогрейдил диффуза до второго уровня. Две минуты до Рошана. Долго еще. Ну, пока ХР решили так немножечко поаккуратнее сыграть, что называется, до победного, до своего варианта. Он сейчас трудно очень, в любом у него руки чешутся. Сдержать себя-то не получается. Ребята, я не могу, вон их хайграунд, он маячит, надо туда заходить. Травел аутреда. Ну, ничем не мешает, на самом деле, собраться вместе сейчас и попытаться еще раз убить всех. Вот, правда, ФНГ с Денни сейчас уже слишком далеко вышли. Ставит Сентри Вард. ФНГ. Успевает поставить Смок. Минус ФНГ. А у него не было реинкарнации? Да, еще 20 секунд не было. Минус ФНГ. И сейчас как раз тот самый момент, когда можно сместиться и вот эти 30 секунд с экзорцизмом и так далее попробовать забрать еще одну сторону. Йоку рядом нету, без Йоку, конечно, не получится. Йоку большой мувспид. То он, я думаю, долетит туда быстрее, чем они дойдут к этому хайграунду. Тут 462. 521 с нажатыми фрезами. Так что на хосте, грубо говоря, летает. Так и есть. Но пока видим, что хайеры не стремятся. Туда ждутся, видимо, Рошана. Он периодически чекает Арт Стайл, забегает туда. Курьеры повесили вон там. Ну, это жуть, на самом деле. У Фаника ничего нет. Ему нечем убивать. Как и Денди, да. Ну, действительно, здесь с руки пробивать должен, по идее, будет только Фанник. Да, это физический урон. Хвост у нас раздает только вайперстрайке. Но показывает практика, и за мисси он тоже недолго живет. Сейчас Айегис будет у Арт Стайла. И, опять же, если Ваня его не дропнет просто так, ну, на глупости какой-то, то убивать два раза Арт Стайла сейчас не получится. Сейчас Нави нужно просто взять и подраться на Рошане. Вот это единственный их вариант на спасение, по-моему. Да, дать РП в пятерых, дать Купол в пятерых, и под Эмпауэром, чтобы развалил Фанник. Да, у него есть бонусы, считай, что есть Баттл Фьюри, даже чуть больше, чем Баттл Фьюри, потому что и дает и демеджа, и сплэша, и так далее. Дан. Но это надо как-то реализовать. Видно, нет у них на Рошан, то есть не знают, когда это Рошан респаунится в точное время. Могут только предполагать. Но здесь должна вот сработать такая капитанская чуйка сейчас в ПНГ, чтобы сказал, ребят, все, мы собираемся, смог, побежали. Да, смог есть. Этот момент есть. Что у Дэнди? У Дэнди, БКБ, Форстав, Даггер. 16 уровень. Все есть. Идут толкнуть ботом, ребята. Рошан появится вот буквально. Забили, ждать его. Не надо толкнуть, чтобы подпушивать слои на ботами, чтобы нави были заперты на базе. Нави занимается тимфармом. Утопление. Таким вот добротным тимфармом. На пятерых делят все. Ну и где Рошанчик? Секунд 10, наверное, остается. Все ли хвост такие, я думаю, к замесу выформить свои БКБ? Все-таки денег у нее достаточное количество сейчас будет. Появляется Рошан и тут же пошел фарм. Падает он просто очень быстро. Нави, я думаю, прекрасно понимают. То, что Рошан достанет сейчас с HR, тайминги у них должны быть. Рошан отваливается за секунд, наверное, 15 суммарно. А Егис для артстайла покупает себе талисман оф эвейджен. На байбэк не оставляет денег. Ну, судя по всему, сейчас дофармит еще одну точечку и купит себе бутерфляй. Принесет в этой драйке уже будет с бутерфляем. И тут заканчивать игру на самом деле Хаэра сейчас. Никаких альтернативных вариантов. Типа опять вот этих вот денег на байбэк и всего остального. Закупаются на полную и давить. 25 тысяч почти преимущество HR по деньгам. 25 тысяч по XP. Я не знаю, как это отыгрывать и останавливать. Да, идут по топу. Там хоз попытается снести тавр. На БКБ у него будет. Но вот подходит HR. Дредд может вслепую, в принципе, запрыгнуть. Он такой как раз-таки пацан, который не ждет появления таргетов каких-либо. Тавр забрали, видимо, на Ави. Хвост сместил сразу на тпшки. 3 500 у него есть. Майкро страйк трейд, да? Не дает ему пока сразу ворваться. Переждал. Ну, теперь можно. Запрыгнул Дредд. Вот, там вошел, как раз-таки. Разложился. Пошел булыжник. А в это время просто будет падать тавр. Да, этим и занимаются HR, а не просто сплит пушит. Дредд на себя в танковую туйму дэмэджа. Пытается сейчас уйти. Пытается уйти, его могут подцепить. Вышка упала. Вышка упала. Дэнди, Дэнди. Паник влетает. Ставит хороший, в принципе, ханосферу. По двойми читает пробивать. Имуна. Как же долго он идет. Летает вайперстрайк в Йоку. Йоку ведь тоже не самая приятная цель. Фаник разваливается. Фаник разваливается. Просто мгновенно. Летает там Банша. В Юле своем. Артстайл. ФНГ. По горбу. Наваливает. ФНГ. Реинкарнация будет. Дэнди. РП. По двоим. Эхо слэм. По троим. Зубас. Запрыгивает. Как же больно. Байбэк от вайпера. Этот дубас, он не прощает. Три колки от Артстайла. Это минус еще одна сторона. Не будет войда 40 секунд. Есть вайпер. Кидает вайперстрайк. Дрэд и вейдет даггером. Артстайл. Пойдет ли прыгать. Прыгать на Дэнди. Как же больно. Ставит Сайланс. Стан от дубаса. Это ГГ. И под фонтан. И под фонтан. И под фонтан. Давить. Хвоста после байбэка. Рампейдж. Рампейдж от Артстайла. ГГ. ВП. ГГ. ВП. Нави. Очень шатки. Очень шатки. Что у нас сегодня Старлады происходит? Что за день такой? Как это объяснить? У нас на Старладере Старладер происходит. Старлада. Обычный Старладер происходит, да. 16, 3, 11 у Артстайла на Рикемару. Отличный дебют Рикемару на Старладере. Если мы начали с того, что на нем сделали ФБ, его чуть не забили. Второй раз подсевили на грани там. Но дебют все-таки Рикемару на Старладере удался. Не могу не согласиться. Шикарная игра. Там великолепная игра Аташеров. Агрессия. Вот сейчас опять же Артстайл показал то, чтобы выигрывать. Не обязательно много бить крипов. Не обязательно много бить крипов. Он просто бегал. Тим. Дубас. Герой. Рикемару. Почти правда. Количество киллов 16. Ну на самом деле это был, конечно же, Артстайл. И Мун сыграл на Скаймейджи. Тоже 11 киллов сделал. Ничего не изменилось, братюня. Да. Анкнул. Это тот самый Дубас на шейкере, который 4 килла оформил. Но у него огромное количество ассистов. Дубас на шейкере царил. 23 ассиста, братюня. 23 ассиста просто Дубас сотворил. Его врывы это все хайлайты. Что ни за место, так он врывался как царь. Никаких претензий. Ну что, 38 с половиной минут длилась катка. Мы будем уходить на небольшую рекламную музыкальность.